Причиной многих аварий становится алкоголь. Об этом не устают говорить специалисты. Именно пьяные ДТП чаще других становятся причиной гибели людей или приводят к их инвалидности. Сегодня главная задача выявить в потоке машин водителей в нетрезвом состоянии. Инспектор ДПС Андрей Акулинин приводит статистику. Каждые сутки оформляют по одному случаю езды под градусом. Любители пьяной езды – именно мужчины. А вот возраст разный. В наркотическом опьянении водителей практически не встречается. Лень вызвать такси или пройти там 500 метров. Такие случаи тоже. Много. Вот устанавливаешь, вот они просто вот. Что-то такое случилось внезапно, как всегда. И вот ему нужно попасть в другое место. Он садится на машину и едет. Хотя такси по городу Бердску стоят рублей 150, наверное, ночью. Профилактическая беседа на тему безопасного вождения для тех, кто не нарушил правил дорожного движения. А вот с нарушителями разговор иной. Основание для проверки – попытка скрыться от автоинспекторов. Именно так подумала съемочная группа ТВК и сотрудники ДПС. Оказалось, и документы, и само состояние водителя в норме. Просто не заметил, что его остановили. Однако случаи погони за нарушителями – это совсем не редкость. В основном пытаются уехать молодежь. Тут зависит от обстоятельств, если скрыться. Если водитель отказался от медицинского освидетельствования, то машина отправляется на штрафстоянку. В таком случае судьбу нарушителя будут решать уже в суде. Сотрудники госавтоинспекции напоминают – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ водителя от медицинского освидетельствования карается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность. Продолжение следует...